Здравствуйте, уважаемые клиенты интернет-магазина iClone.it.ua Ulefone представил действительно красивый и стильный девайс под таким же волшебным названием Париж. Комплектуется смартфон пленкой, еще одна наклеена изначально. Есть зарядное устройство, наушники и кабель USB. Благодаря скругленным углам в руке девайс лежит просто невероятно удобно. На левом торце пусто, на правом качель громкости и кнопка блокировки. Снизу решетка динамика а-ля iPhone. Сверху разъем USB и 3,5 джек для наушников. Задняя крышка пластиковая, матовая. Тут же видим стильный островок с камерой и вспышкой. Сам глазок камеры утоплен в корпус. Плюс этого решения, что стекло не будет царапаться, но минус в том, что протереть это стеклышко будет не так легко. Разве что с помощью ватной палочки. Установлены две камеры, 13-миаписельная основная и 5-миаписельная фронталка. Настроек, как и встроенных фильтров, очень много. Но что они значат, когда сама камера не очень? Правильно, ничего. Но с этой моделью все нормально. Можете глянуть на образцы фотографий. Ulefone Parish имеет стандартный набор беспроводных функций, таких как Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Можно подключить стороннее USB устройство посредством ODG кабеля. Под крышкой расположился аккумулятор емкостью 2200 мАч, два слота под сим-карты и одна под карту памяти. Автономность показала себя чуть выше среднего, достаточно для комфортного использования в течение дня, но до конца второго не хватает. Тест на tutu батареи выдал почти 5000 баллов. В настройках батареи можно включить режим энергосбережения, приложение в фоне или указатель остатка процентов статус в паре. Стекло дисплея имеет небольшое закругление по краям, что в целом вместе с легким утолщением задней крышки довершает особую внешнюю изысканность данной модели. На деканах расположился глазок камеры, световой индикатор, разговорный динамик и всевозможные датчики. Снизу три кнопки с белой подсветкой, посредине кружок домой, по бокам небольшие точки, меню и назад. Работает смартфон под управлением андроида версии 5.1. Оболочка стандартная, рабочие столы с возможностью увеличения их количества, меню приложений и многофункциональная шторка. Почти все приложения выполнены в дизайне материал, но почему-то, например, контакты сделали со стильным окошком добавления нового абонента снизу, а вот смс не додумались. Ну и русских букв в идеале ли тоже не добавили, хотя никто не запрещал поставить стороннюю утилиту. Кстати, есть большая вероятность, что многие из этих проблем решатся с беспроводным обновлением, который регулярно приходит на смартфон. HD-экран имеет размер 5 дюймов, выполнен он по технологии IPS. Благодаря отсутствию воздушной прослойки между стеклом и экраном, изображение легко читаемо даже под большим углом. MuliTouch поддерживает три касания. Расположение динамика довольно спорное, кому-то нравится, кому-то не очень, но в целом к качеству звука претензий нет. Из явных полезностей я отнесу ряд упрощающих управления смартфоном жестов. Свайп тремя пальцами делает скриншот. Делать снимок или листать фото в галерее можно, не дотрагиваясь к экрану. Разблокировать смартфон помимо кнопки блокировки можно еще и двойным тапом по экрану. Смартфон оборудован довольно мощным и надежным восьмиядерным процессором MTK6753 с максимальной частотой ядер в 1,8 ГГц и графикой Mali-T720. Преративной памяти в 2 ГБ с лихвой хватит на запуск современных мощных игр и приложений, а внутренней памяти в 16 ГБ будет достаточно для их хранения. Смартфон получился одновременно стильным и мощным. Можно было бы впихнуть в него более емкий аккумулятор, но тогда бы он лишился своего изящества. К минусу отнесу неполноценно переведенные пункты меню. Производитель следит за обновлением смартфона, а значит возможные косяки будут постепенно исчезать. Оценивайте это видео, детали уточняйте в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и твиттер. С вами был Михаил Баранетов, увидимся.